Для ликвидации ЧАЭС будут задействованы 12 департаментов и министерств края, в том числе Минздрав, ЖКХ, Министерство образования, социального развития и семейной политики, труда и занятости. Их задача – обеспечить необходимые условия для пострадавших граждан Украины, прибывающих на Кубань. Возглавит работу первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов. Его заместителями назначены вице-губернаторы Владимир Свеженец и Вадим Лукаянов. Главы муниципалитетов должны организовать работу пунктов временного проживания и питания беженцев, а также создать межведомственные комиссии по оказанию помощи пострадавшим жителям Украины. В Сочи на сегодняшний день уже прибыли почти 2000 беженцев. Федеральные миграционные службы напоминают, в первую очередь людям стоит обратиться именно сюда. Сотрудники помогут в оформлении временной регистрации. А если беженец планирует остаться в России, предложат несколько вариантов правового решения вопроса. Один из них – программа по переселению в другие регионы страны. Предоставляется жилье, предоставляется работа, предоставляется компенсация. Для того, чтобы его оформить, всего надо подать заявление о участии в этой программе. То есть, как бы это очень выгодная и удобная программа для переселения наших соотечественников именно сейчас в Луганской и Донецкой области. Люди, которые оттуда приезжают, прибывают, которым негде, допустим, жить, у которых нет возможности вернуться туда, я рекомендую участвовать в этой программе. Также Федеральная миграционная служба обращается к сочинцам. Если у вас есть возможность приютить на время беженцев, инспекторы просят обратиться в отдел ФМС по центральному району Сочи на Горького, 60, кабинет 3.